Светский бум Дерзкий, знаменитый и богатый, успешный бизнесмен, основатель клуба предпринимателей Biz People SPB и организатор федерального проекта в городе Санкт-Петербурге «Люди дела». Встречаем. Иван Кензов. Здравствуйте, Иван. Спасибо большое, такое представление, прям было, даже немножко раскраснелся на самом деле. Иван, расскажите нам, что за проект такой? Я знаю, что проект федеральный, да, в Москве он уже идет какое-то время и только сейчас он стартует в Санкт-Петербурге. В чем заключается уникальность проекта? Уникальность проекта заключается в том, что это не бизнес-тренинг, как мы привыкли это видеть. Это не именно выступление артиста. Соответственно, это интеграция, это совмещение именно, интеграция театра, шоу и обучения в одном таком кейсе. Это очень интересный формат. В Москве он собрал 6,5 тысяч человек. Были великолепные отзывы участников после именно интерактивного шоу. И в связи с этим Илья Кусакин, это идеолог проекта, основатель, они приняли решение именно сделать тур по городам России. То есть у них сейчас тур открывается в Санкт-Петербурге. Мы первый город, в котором стартует этот тур. Дальше идут Пермь и следующие города. Всего будет 30 городов. За ближайшие, до Нового года они планируют. Для кого он предназначен? Это малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. И также люди, которые хотят заняться бизнесом, но не знают, как это сделать. Правильно я понимаю? То есть достаточно широкая аудитория и в этом заключается уникальность. Я бы назвал вот аудиторию, которую вы, Елизавета, перечислили, я бы назвал эту аудиторию активные люди нашего города. Люди, которые хотят развиваться, которые хотят расти, которые открыты к общению, открыты к новым знаниям, открыты к новым знакомствам. И, соответственно, которые хотят заряжаться энергией, которые хотят ее отдавать, которые хотят просто ярко проводить свое время и к тому же с пользой. Вот это как раз мероприятие именно для тех, кто хочет чего-то больше. Самым важным, самым таким мощным двигателем твоего прогресса является твое окружение. В эпоху теоретиков, сейчас действительно очень много теоретиков, у вас получается площадка именно для практики. Люди знакомятся, обмениваются, развиваются вместе. Это действительно интересно. Билеты где можно приобрести, расскажите нам. Билеты можно приобрести как на нашем сайте, мы оставим ссылки внизу в описании. Остались билеты вообще? Я знаю, что просто их вырывают с молниеносной скорости. Вот сегодня пробили планку 900, уже более 900 проданных билетов, поэтому я думаю, что у нас sold out, когда все билеты будут проданы, наступит либо завтра, либо к среде у нас будет точно полный вопрос. Поговорим о вас. Давайте. Иван Кинзо родился в простой семье в городе Ферми. Так точно. Хорошо. Но слово бизнес в его жизни появилось достаточно рано, в раннем возрасте. Я знаю, что вы газеты продавали и ягоды собирали. То есть такой же опт-розница. Как это было рассказать? Еще я забыл рассказать, у меня было производство хомяков. Короче. Что это было? В шестом классе я хотел как-то зарабатывать. И, в общем, я начал разводить хомяков и подписал контракт с сетью зоомагазинов, которые были у нас в городе. И я поставлял хомяков их, у меня дома были клетки с ними, я их разводил. Этот бизнес где-то примерно два года у меня работал, два-два с половым года, а потом я его продал. Я только сейчас создаю, что это был такой первый опыт, то есть я его продал другому человеку, которому продолжим. То есть самый первый бизнес – это хомяки, разгложение хомяков. Вот мой какой-то жизненный такой проект, мне нравится история с тем, чтобы вести в школах предметы как предпринимательство. Вот я тоже хотела задать этот вопрос, но вы меня опередили. Потрясающе. Потому что в школе действительно, в университете не учат бизнес. Не учат вообще, созданию денег не учат. Иван поступает в военно-космическую академию в город Санкт-Петербург. Вот очень много смотрела интервью, готовилась. Все интервьюеры спрашивают об этом. Ну ни один не спросил, а почему вы туда поступили? Это какая-то юношеская мечта, либо желание родителей? Мне надо было уехать из маленького города в большой... Почему в космическую академию? Не знаю, вот так космос сказал. То есть вот космос сразу вот так вот, это... Историю рассказывают правдиво, как есть. Привели нас в 10 классе в военкомат, построили две шеренги. Там прапорщик, значит, равняется мирно, вольно. Так, кто хочет поступать в военное училище? Все такие, ха-ха-ха, смеются. Мол, пришли как бы косить от армии, а здесь, значит, предлагают самим пойти. И он говорит, кто хочет получить бесплатное образование в Москве или в Санкт-Петербурге на полном гособеспечении? Я такой, опачки, вот это мой вариант. Думаю, ладно, надо, думаю, не буду сейчас руку поднимать, подойду к нему попозже. Строй роспистили, я к нему подошел, он говорит, иди наверх, там второй этаж, я туда захожу, там, значит, майор. И он мне сразу сходу такой, говорит, куда поступать собрался? И я просто, я вот клянусь, я не знаю, почему я сказал, космическое. Он такой, хороший выбор. Это амбиции, вот просто, известные, амбициозные. Он говорит, хороший выбор, это говорит Академия в Санкт-Петербурге. Я такой, ну, ясно. Иван, а почему хотели уехать с Перми? Мало места уже было тогда? Это не Пермь, я родился не в Перми, я родился 300 километров от Перми. Да, даже не, я понимаю. У меня город называется Чайковский, там 80 тысяч населения. Ну, то есть уже тогда чувствовалось, что мало места для развития, да? Ну, конечно, да, конечно. Вы тот феноменальный случай, ну, в России, да, в современной России, хотя сейчас возможности зарабатывать есть даже у подростков, но, мне кажется, на тот момент времени, это было немножко даже феноменально, после 90-х годов, если брать, да, заработали достаточно рано свой первый миллион. В каком возрасте, как это произошло? Ну, первые мои такие ощутимые деньги я заработал в строительстве, я работал в строительной компании, причем изначально я туда пришел на должность разнорабочего, и три с половиной года я там вырос до начальника участка. Вот, так что там достаточно хороший у меня такой карьерный рост был, вот, и я туда постепенно, ну, там вырастал, вот, соответственно, вот у меня первый... Поделитесь нашими зрителями, какие ощущения, потому что очень многие люди, они думают, что первый миллион, вау, вау, а потом оказывается, что он пролетает. А его не замечаешь ты, то есть он как-то, хоп, и ты оглядываешься назад, и понимаешь, что он как бы вроде есть, вот, то есть ты понимаешь, что он где-то... Ну, то есть если ты сложишь свои активы, то они у тебя есть, и ты такой, о, ничего себе, ты молодец, ну, давай двигайся дальше. И ты даже стараешься не думать об этом, то есть ты тут же себе планку ставишь еще больше, чтобы не остановиться в развитии, то есть постоянно повышать уровень нормы. То есть я помню на тот момент, мне, ну, там, парень ездил уже тогда на, что у него за машина, Volvo у него была новая какая-то, вот, это прям, ну, для меня, типа, у него машина, это уже круто. И он меня спрашивает, сколько ты хочешь зарабатывать? Я помню, я ему говорил 70 тысяч в месяц, вот, и на тот момент я прям реально твердо был уверен, что если мне, я буду зарабатывать 70 тысяч в месяц, то мне будет вообще хватать на всем свете. А куда еще тратить-то, я думал, вот так, он говорит, нет, вообще мало, вообще ни о чем, типа 200, вот, говорит, вот это нормально. Я думаю, какие 200 вообще, куда эти 200, зачем 200? Но оказалось все просто, то есть есть куда вкладывать. Да, 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 то есть ты постепенно себе поднимаешь уровень нормы просто, уровень, там, мест, в которые ты ходишь, там, обедать, ужинать, уровень, там, там, не знаю, транспорт, на котором ты передвигаешься, одежду, которую ты покупаешь, отпуска, в которую ты летаешь. Вопросы, потребности повышаются. Да, машина, на которой ездишь, вот, жилье, в котором ты живешь. Постепенно, постепенно, постепенно ты ее поднимаешь. И самый интересный, как бы, момент в том, что этого предела действительно не существует. Ну, с этим я с вами согласна, да. Не существует предела. Самое главное не останавливаться. Я знаю, что вы не окончили академию. То есть у нас не окончено высшее образование. Но это не помешало Ивану стать успешным бизнесменом. И я знаю, что у вас очень много действительно разных компаний, где вы являетесь владельцем и директором, да. То есть образование, вот в вашем случае, оно имеет значение? Однажды с моим отцом мы сели друг напротив друга. И просто отец меня всегда пилил на тему того, что когда ты сделаешь... А кем он у вас работает? У меня родители врачи. То есть мама онколог-хирург, папа уролог-хирург. То есть на госработа, да, постоянно? Да, они работают в больнице, соответственно, отец там заместитель главного врача. Вот, и они вот там, соответственно, оба вместе на работе врачи. Сел с отцом и говорю, папа, вот мы с тобой взрослые люди, давай ты мне назовешь три причины, зачем мне нужно высшее образование. И тогда я вот возьму и завершу, и вы принесите диплом. Он говорит, давай. Он называется первое. Ну, во-первых, говорит, высшее образование – это широкий кругозор. Я такой, говорю, согласен, здесь, да, вопросов нету. Действительно, высшее образование – это хорошо, расширяет кругозор, даете широту мышления, структуризацию знаний. Ты можешь грамотно объемы информации обрабатывать, их структуризировать, знаешь, где найти этот доступ к информации. Говорю, здесь вопросов нету вообще сто процентов. Он говорит, второе. Я говорю, давай второе. Он говорит, ну, ты можешь пойти работать по специальности. Я говорю, а ты уверен, что это плюс? Он такой, ну, блин, ладно, да, не в твоем случае. Говорит, нет, тогда не подходит. Я говорю, а третий есть? Он такой, сидит, сидит. Я говорю, а третий, чтобы твои родители были спокойны. Вот у нас и три причины. Вы же все равно постоянно развиваетесь. И даже проект «Люди. Дело» – это именно о развитии, правильно? Те люди, которые там собираются, они учат друг друга, развиваются. Вот следующий вопрос связан именно с этим. Что именно вас мотивирует на развитие в бизнесе? И вообще в бизнесе что мотивирует, процесс или результат? Да, хороший вопрос. Ну, без процесса не будет результата и не будет результата без процесса. Мне нравится получать удовольствие от того, что я делаю. Это, безусловно, так. Процесс. Да, но изначально, первично – это цель. То есть сначала ставится цель, она должна быть амбициозной, там, умножить на 10, я не знаю, того, что ты можешь сделать, или ты думаешь, что ты можешь сделать. Ну, мы же поняли по космическому академию. Да, космическую цель ставишь себе. И потом у тебя появляется энергия для осуществления, и, безусловно, ты должен получать удовольствие от того, что ты делаешь. У вас очень много разных направлений в бизнесе, прям кардинально разных. Это и сеть студий красоты, забава, гостиничный бизнес. Ну, сейчас расскажете обо всем коротко, да? Я рассказываю. Это предпринимательская жилка. Я думаю, сейчас нас смотрят многие предприниматели, и люди, у которых она присутствует, которые понимают, о чем ее. Каждому предпринимателю постоянно что-то хочется. То есть у него… Вот это попробовать, это попробовать. Когда у него одно дело идет, ему все время хочется куда-то тут, и тут, и тут, и тут какие-то возможности, и тут новые возможности, и тут что-то взять. Поэтому такие… А любимое дитя-то вот компания какое все-таки? Вот к чему вот прям вот что такое выношенное? Потому что бизнес – это как ребенок. Ты его сначала создаешь, вкладываешь в него, и потом он вырастает, начинает приносить тебе. То есть как ребенок учится ходить, то же самое здесь. Что вот, к чему сердце лежит? Ну, вот сейчас я выхожу из операционки и удаляю, ну, из всех групп выхожу. То есть у нас там финансовая группа есть, скажем, в салоне красоты, куда же дневные отчеты скидывают менеджеры. Я вот из всех вышел и выхожу из самого первого салона, который мы открыли 7 лет назад на проспекте Непокоренных. Я оттуда написал, все, девочки, всех люблю, давайте, если что, я на связи. Пока сюда ехал к вам. И такой, блин, нет, пока не буду удаляться. Не могу, ну, просто родной прямо салон, то есть это первый, который я создавал. Вот. А так мне очень нравится отельный бизнес, я думаю, что это мое будущее. И я прям невероятное удовольствие получаю, когда изучаю отельный бизнес, когда сам путешествую, когда смотрю на него. Это возможность совмещать отдых и пользу. Бизнес – это путь, а путь всегда состоит не только из влетов, но и из падений. Вот на вашем пути в любом случае встречались и трудности. Что сейчас вот в память приходит, какая-нибудь такая сложная задача, которая не давала спать ночами? Было ли такое? И как с этим справиться, это вот для молодых начинающих бизнесменов? Не было такого? Да, я не знаю. На самом деле все трудности – это твой опыт, это твой кейс, который ты получаешь. У меня был опыт неудачного бизнеса, это цветочный бизнес. Я там занимался им одно лето, получается, где-то полгода суммарно. За полгода я там в минус 2 где-то ушел. Но я за эти 2 миллиона купил опыт, купил знания, купил понимание рынка. Начинается позитивно настроивать, это понимаете. Грубо говоря, ты бизнес-тренинг прошел, короче. Да, на своем личном опыте. Вот сколько у вас стоит 4? А тут я за 2 миллиона тоже определенный опыт купил. Вот я думаю, что именно с таким настроем надо начинать заниматься бизнесом. То есть не получилось, ну и ладно, это очень хороший опыт, я пошел дальше. Самое главное – не сдаваться никогда, правильно? Да, друзья, это, в общем, оптимизм на грани фантазии, понимаете. То есть ты, вроде, с одной стороны 2 минус 2, с другой стороны… Это делает жизнь легче, интереснее. Ну, конечно, так, конечно, да. То, что не убивает, делает нас сильнее, вы сами знаете. У каждого успешного человека есть своя формула успеха. Именно своя, потому что у всех разный путь, да? Какая у вас? Формула успеха – это, на мой взгляд, это желание. И плюс окружение. Вот это равно успех. И оптимизм, давайте добавим. Ну, оптимизм, он, конечно же, появляется. Если у тебя нет оптимизма, откуда желание будет появляться? Вот это очень важно предпринимателю иметь рядом людей, которые будут поддерживать его сумасшедшие идеи, его грандиозные планы, его смелость. То есть своего вот этого внутреннего сумасшедшего, который сегодня пойдет. То есть твои желания, что ты рассказываешь, блин, хочу там переехать, жить на Марс, к примеру, через 30 лет. Обычный человек скажет, ты сумасшедший, а другой человек скажет, ага, вот, крутая идея, я с тобой. Да, 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 там Илон Маск уже там что-то организовывает, все дела. Мне кажется, вот именно эти люди приходят на проект. Абсолютно верно. Вот именно на Люди Дела вы сможете найти тысячу таких единомышленников, друзья, с которыми вы можете также быть открытыми, делиться своими идеями, вот, своими желаниями, и получать взамен фидбэк, полезный фидбэк, энергию, которая будет давать вам возможность для развития и роста вверх. Да, да, согласна. Вот я уже прям сижу и думаю, когда же 22 сентября? Безумно интересно. Следующий вопрос. Женщина в жизни мужчины. Есть такое общечеловеческое убеждение, что за спиной каждого успешного мужчины стоит не менее гениальная женщина. Есть ли этому место в вашей жизни? Да, абсолютно есть. У меня сейчас есть девушка, я ей очень благодарен, ее зовут Марина, вот, и, ну, это человек, который меня поддерживает прямо во всем, и, ну, не знаю, у нас не прямо идиллия такая, мы вместе занимаемся одним из проектов, вот, она является руководителем бизнес-клуба, у нас, Беспипл СПБ, и, ну, это очень классно, потому что у нас такая синергия прямо, то есть мы на 100% вместе. То есть у нас все темы общие. Да, да, женщина, женщина это очень важно. Обговорили, кто из известных успешных людей вас вдохновляет? Я знаю, что вы Forbes любите читать, Жор, кто вас вдохновляет, чья биография жизни? Я больше хочу сказать, у меня коллекция Forbes за 7 лет, где-то 7. Грамм-коллекционер. Ну, это, я думаю, 7, может быть, 2, ну, где-то до 10 лет точно, у меня каждый выпуск, они все четенько складируются, потом все папочку и отправляются на склад, в общем, это такая моя мини, мини-прикол такой, я думаю, что лет 50 она будет стоить каких-то денег, наверное, потому что я там все маркером рисую, там что-то размечаю, то есть у меня все журналы, они прям изучены, я прям фанат Forbes, мне очень нравятся кейсы, которые они там описывают, поэтому, если вы хотите заряжаться энергией предпринимательства, обязательно покупайте себе Forbes, читайте, это очень крутой журнал, честно. Forbes должен будет доплатить за эту чудесную рекламу, мне кажется, так прям разрекламировали. Хорошо, а когда сами в Forbes будут попадать? По-любому есть, я уверена, в этом у вас есть такое желание. Это даже не просто желание, у меня есть декларация, которую я подписал, то есть я подписал, что до 35 лет включительно я обязан попасть в российский список Forbes, иначе цена слова, я выхожу из салонного бизнеса, а салонный бизнес, как я сказал, для меня это самый теплый такой бизнес, который мне дал бренд, забава, который основал вообще, то есть все с него началось относительно, и, конечно, для меня это будет сложное решение, но я надеюсь, что я приложу все усилия для того, чтобы к 35 лет уже будет Forbes. Я почему-то уверена, что так оно и будет, поэтому продолжайте коллекционировать Forbes, совсем скоро у вас будет Forbes уже только с вашей историей. Это прямо моя мечта, я прямо не знаю, у меня сейчас две мечты, которые, это выиграть в Беловой Петербург молодые миллионеры, я каждый год участвую, каждый год туда как-то работу хожу, вот, пока не получается. И вторая история, это я хочу в список Forbes, и вот я разобьюсь лепешкой на эту весельку. Победитель «Битвы салонов», участник реальти-шоу «Экс на пляже», ваше участие в телевизионных проектах – это интерес, любопытство или тщеславие? Мне кажется, что там все немножко присутствует. Да, все вот так вот, да? Да, и тщеславие туда залетело точно. Потому что, когда я был молодой, естественно, у меня там вся-то внутри кипела история, мне хотел всем доказать, что-то, показать, вот-вот-вот. Вот я, да. Да, 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 прям крутился такой, вот. Сейчас уже переосмыслил и веду себя абсолютно по-другому, то есть у меня другие взгляды на жизнь. И, наверное, я отличаюсь от того человека, который был в «Экс на пляже», который был, не знаю, в «Битве салонов» в некоторых моментах. Вот. Но в любом случае я доволен участием в этих проектах. Для меня это серьезная школа, для меня это очень хорошее подспорье в качестве прокачки личного бренда. То есть мы являемся победителями шоу «Битва салонов» на телеканале «Пятница». И я отбомбил весь сезон «Экс на пляже», то есть от старта самого... И второе место, по-моему, даже занял. Ну, вообще вот я смотрю вся история, все истории, которые вы рассказываете, которые происходят с вами в жизни, это история победителя, человека, который привык побеждать. И это потрясающе. Вопрос веры. Тоже хотела бы его поднять. Во что верит Иван? Помимо себя. Ну, в себя-то мы верим, это понятно. Бог, судьба, мистика. Вот что-то такое есть в вашей жизни? Я верю в Бога. Я вчера только был в церкви, вот верю в Бога. Еще я верю в карму. Я считаю, что все, что ты делаешь, оно зачитывается. И стараюсь побольше делать положительных дел. У каждого человека есть свои слабости. Какое качество своего характера вы считаете слабостью, которая вам, возможно, в чем-то мешает? В бизнесе, в отношениях. Есть ли такие? Ну, буду честным, уверенность. Она очень важна. И уверенность, я считаю, главное качество, которое в тебе должно быть. Иногда мне кажется, что вам не хватает. То есть я прямо... Вам не хватает уверенности? Ну, мне так кажется. Вот я сейчас это сказал и стал... Мне кажется, сейчас все, кто сидит, просто смотрят, а они все говорят, как же он не хватает вообще. Я после этого вообще буду не реально уверен. Тебе, мне кажется, просто сидят и говорят, как вообще можно говорить, что не уверен? Ну, больше у меня нету качества, которые я бы мог сказать, что являются какими-то минусовыми у меня. Что может поколебить вашу уверенность в себе? Что может сбить вас с пути? Ничего. Ну, бывает же так. Ничего не бывает. Нет. Или все-таки может быть? Да нет, ничего не может быть. Хорошо. Я надеюсь, наверное, что-то может быть. Я же человек. Солна мышка пугает. Помимо того, что вы успешный бизнесмен и понимаете бизнес не только снаружи, но и изнутри, я вижу, что вы очень творческий человек. А творческие люди, как правило, очень ранимы. А уверенность, ну, чаще всего им нужна для того, чтобы вот эту ранимость свою как-то прикрыть. Вы сейчас абсолютно честно, я видела по глазам, ответили на вопрос. И это браво, наверное, потому что только сильный человек может рассказать про свои слабости. Мне очень было приятно. А и сразу же, они выходят из тебя. То есть, у тебя есть какие-то внутренние истории, которые ты боишься сказать, занозы такие, да? Но когда ты говоришь, ты стоишь сильнее. Ты выговариваешь, ты хоп, и он такой освободился. О, Боже, спасибо тебе. Вот так вот. Понимаете, да, очищение происходит. Внизу будут ссылочки. Друзья, для вас, для всех подарочки, вкуснятинки там всякие. Все там оставим. Спасибо, что смотрите. Все зрители очень любят подарочки. Я думаю, что они вам будут благодарны, да, всей душой. Друзья, приходите в федеральный, уникальный, действительно проект. Я это говорю как бизнесменка, человек, который занимается бизнесом с 22 лет. И я понимаю, что действительно в России такого нет. Поэтому я вас вместе с Иваном приглашаю. Приходите, знакомьтесь, делитесь друг с другом. Создавайте вместе бизнес-идеи, воплощайте их, творите и мечтайте. С нами был космический мужчина Иван Кензо, разговоры с которым я сегодня, конечно, очень рада. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...